Привет дорогие друзья, с вами Шаркс и сегодня я вам дам немало советов на тему как выбраться из Аллахэла или как поднять Эла. И также я хотел рассказать вам о окончании нашего марафона. Где-то месяц назад мы устроили марафон в Ронзе 3 до Даймонда на русском сервере по пожеланию зрителей. Для чего нам нужен был этот марафон? Многие зрители буквально каждый день за спами заспамливали мне личку, комментарии, писали в чатике на стриме, почему я не могу выбраться. Говорят, что там вот я бронза 1 не могу выбраться, я все делаю, фармлю там 200 за 20, у меня там счет 10-0, каждый раз положительный КДА и так далее, но все равно я не могу выбраться. И я решил, почему мне бы не попробовать, как говорится, на себе и посмотреть, какие ошибки допускают игроки в бронзовой, серебряной, золотой, платиновой лигах. Что они делают не так и почему они не могут выбраться. Это была главная цель нашего марафона. Самая главная ошибка во время марафона была то, что я не взял свежий аккаунт. Аккаунт мне предоставил один из зрителей, который забил на Лигу Легенд. И я с радостью взял его аккаунт, он был на ранкет и мы начали, мы начали играть. Сейчас я могу показать, тут на OPGG мы пролистаем в самый низ. Так, это мы начали, вот, арама, 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 вот тут он забил. И вот я сыграл первую игру где-то месяц назад за Израиля. И я потихоньку-потихоньку начал подниматься. Я играл буквально на любой роли, все, что мне оставляли, я брал и шел играть. Что я хочу сказать? Промо-игры я отыграл со счетом 9-1 и меня кинуло в бронзу 3. И подниматься было очень тяжело из-за того, что аккаунт был не свежий и система ММРа тут уже была закреплена. Для тех, кто не знает, что такое ММР, ММР это ваш скрытый рейтинг, который не показывается. Есть визуальный рейтинг, это рейтинг, который вы видите вот тут, вот у тебя в клиенте, вот как сейчас, вот визуальный рейтинг, алмаз 5 и 0 очков, а скрытый рейтинг, тут возможно где-нибудь, алмаз 3, там 50 очков. Скрытый рейтинг узнать практически невозможно, хотя более-менее предсказать вы его можете. Это, допустим, когда вы заходите в игру, вы можете использовать полезный сайт AllNexus и посмотреть, о каких тиммейтах к вам кидает. Если к вам, вы там Diamond 5, но к вам кидает ребят из 3-го Diamond, 2-го Diamond, то значит у вас ваш скрытый рейтинг где-то и есть, 3-й, 2-й Diamond. Теперь, мы взяли Diamond 5 за 164 игры при 122 победах, как вы видите, мы это сейчас с вами все поделим и узнаем, 122 поделить на 164. Виндрейт у нас 74,5%, то есть 75, это считайте я выиграл 3 игры из 4-х. То есть я достаточно, без проблем, считайте без проблем, спокойно поднялся из 3-й бронзы в 5-й Diamond. Теперь, давайте уже наконец-то поговорим о самой, скажем так, тяжелой, нумной теме для тех ребят, которые не могут выбраться из своего Элона, Элла повыше. И я вам дам кучу, кучу полезных советов, так что оставайтесь, никуда не уходите. Вот я тут написал кучу советов и мы сейчас начнем их потихоньку разбирать. Я не буду, я не буду отдельно давать советы для бронзы, серебра, золота и плацера. Как мне показалось, ошибки везде практически одинаковые. Не было такого, что ребята, которые там очень сильно ошибались в бронзе, не допускали таких же, ребята с плацером не допускали таких же ошибок. Я просто буду сейчас вам высказывать свое мнение о самых грубейших ошибках, которые я повстречал за наш марафон. У меня тут написано 19 советов, так что мы сейчас потихоньку начнем их разбирать. И они, к сожалению, я их не поставил в определенный порядок, поэтому мы сначала можем говорить о макроигре, потом о скеле, потом о пуле чемпионов, потом о вардах и так далее. Поэтому я просто начну по очереди называть советы, и мы будем их обсуждать. Первый совет, который мне пришел в голову, для того, чтобы подняться, надо играть, играть, еще раз играть. И желательно побеждать. Потому что если вы, ребята, проводите, там, не знаю, 4 часа в неделю за игрой, играете ранговые игры, и вы хотите подняться, то вам будет тяжело. Только из-за того, что ребята, против которых вы играете, они могут проводить по 10, по 12 часов в неделю. То есть, чем больше вы играете, тем лучше становится, тем лучше вы начинаете играть, тем быстрее вы повышаете скилл на персонажах, на которых вы играете. То есть, надо, конечно же, больше играть. Если вы хотите подняться, не знаю, у вас есть свободный выходной, там, не знаю, девушка вас никуда не зовет, родители вас не забирают на дачу, и вот вы можете спокойно провести, там, 5-6 часов за игрой, потому что вы любите эту игру, и вы хотите лучше играть, чтобы побеждать. Проведите, проведите эти 5-6 часов в игре, но с пользой для вас. Не просто идите играть, а попытайтесь проанализировать вашу игру. Что и почему вы делаете, почему вы проиграли, почему вы выиграли игру. И как раз-таки для этого, для этого у нас есть матч-хистери, которая вам может показать очень много полезных вещей о вашей игре, о ваших играх, и с помощью матч-хистери вы можете сделать хороший анализ игры. То есть, когда вы заканчиваете ранговую игру, особенно после поражений, не надо просто сразу нажимать кнопочку играть, остановиться и играть в следующую игру. Это неправильно, потому что не проанализировав свои ошибки, вы пойдете в следующую игру, и вы можете допустить те же самые ошибки. Поэтому я после каждого поражения стараюсь заходить во вкладку История, нажимать на... ну, желательно, давайте посмотрим на поражение. Вот, допустим, я проиграл тут ранговую игру на Джангл Крагасе. Мы заходим, смотрим. Сейчас, это нам все загрузится, надеюсь, да, игра загружается. И мы видим, что... Я обычно сразу начинаю с командного преимущества в золоте. То есть, мы видим, что у нас было преимущество 2000 золота на 15-й минуте. Даже, скажем так, 2,5. Это весьма неплохое преимущество для 15-й минуты, которое можно за сномболить. И мы видим, что мы это преимущество получили после того, как выиграли файт, кое-какой файт. У нас Трендомир убил Малфита, Вейн получила даблкил, и Твистед Фейт забрал Тауэр. То есть, такой огромный, скажем так, голд спайк, огромная прибыль в золоте на 15-й минуте. И мы это золото никак не использовали. Потому что потом мы отдали дракона, проиграли какой-то файт, отдали башню с драконом, и все. И игра пошла уже в пользу синей команды. И что я люблю смотреть еще в этой статистике и в истории матчей? Я очень люблю смотреть сборку игроков. Кто покупал варды, кто не покупал варды. Вот смотрю я свою сборку. На первом же бэке я взял зеленый вард, поменял тринкет на красный тринкет. На втором бэке я не купил варды, что стоило, наверное, бы купить. Хотя, возможно, мой вард еще стоял, мне не нужен был. Но, в принципе, неплохая сборка. Я пытался взять свои итимы. Я брал там джангл итим, потом взял праведную славу, старался покупать варды, то есть оставил их, чтобы предоставить своей команде вижн. Теперь посмотрим сборку мид-лайнера. Сборка игроков. Twisted Fate. Как мы видим, что, к сожалению, Twisted Fate посчитал, что ему варды не нужны. Почему он так посчитал, я не знаю. И свою абилити Е он взял только на тринадцатом левеле, что тоже непонятно. То есть, ребят, отсюда сразу же вытекает второй пункт нашего видео. Это покупайте варды. Варды очень важные игры в игре. То есть, даже британские ученые уже доказали, что варды выигрывают игру. Это всем уже известный факт. Ребятам, которые играют на высоком эло. То есть, варды помогают вам камбэкнуть в игру. Очень часто, когда вы проигрываете, там, пять тысяч золота, шесть тысяч золота, вы, благодаря хорошему вижну, вы можете сыграть на вражеской ошибке. Допустим, кто-то там, какой-нибудь керри, апокерри или декерри, отделился от вражеской команды, и, там, не знаю, решил пофармить лес, пока вся его команда, там, в четвером идет по линии. Он, там, ребята, там, сто золота на ЛВ, мне надо зафармить. Пошел завардил вражеских вросов, вросей, ваших птичек. А у вас в это время стоял вард в этом кусте, и вы с командой выловили керри. И после этого заинициировали драку пять в четыре. То есть, вот вам уже отличный пример, когда вы можете камбэкнуть, камбэкнуть игру благодаря хорошему вижну. Тему вардов мы еще зацепим немножко попозже, а пока давайте перейдем к следующему пункту, и это луз-стрики. И как с ними бороться? Очень часто ребята скидывают мне в группу картинки, где они проигрывают по пять, по шесть игр подряд. Я даже сейчас постараюсь найти, это где-то было в последних комментариях группы. Вот. Влад. Влад Сак скинул два скриншота в группу и спросил, как с этим бороться. Как вы видите, он тут сыграл, скажем так, одну свою игру, ну, четыре ранговых игры и одну обычную, и, к сожалению, он все игры проиграл. Хотя, как вы видите, у него счет был весьма неплохой. 12-5-1 на Грейси, 16-10-6 на Зэдди. И он все равно проиграл. И что происходит, когда вы проигрываете несколько игр подряд, там, 3-4 игры? Вы теряете веру в себя. И это огромная проблема как игроков, там, в разные компьютерные игры, так и профессиональных спортсменов. Я, как бывший, скажем так, профессиональный спортсмен, уже научился бороться с этой проблемой. Бывало очень часто, что ты там играешь три турнира подряд, проигрываешь в первом круге, и когда ты уже играешь в четвертый турнир, тебе очень тяжело пройти стадию первого круга, хоть ты и знаешь, что ты можешь быть сильнее твоего оппонента. Психологически тебе тяжело пройти как раз-таки вот этот этап, этот первый круг, потому что ты уже проиграл три раза на этой стадии. И как, как, ребята, с этим бороться? Во-первых, надо как-то вернуть веру в себя. Чтобы вернуть веру в себя, наверное, надо, наверное, надо отдохнуть и с чистой головой подойти заново к играм. То есть, что я делаю, когда я там проигрываю три-четыре игры? Я не пойду сразу нажимать кнопочку играть и проигрывать там, не пойду проигрывать очередную игру. Я сделаю паузу. Я, может, почитаю книгу, посмотрю там какой-нибудь свой любимый сериал, пообщаюсь там с родственниками, с девушкой, пойду займусь каким-нибудь хобби, там пазлы поскладываю в зал, схожу на тренировку, на велосипеде покатаюсь, пойду отдохну, пойду отдохну от игры, чтобы сбросить с себя вот весь этот накал страстей, вот эту вот горечь поражения и потом через часик, там через два вернусь и пойду играть заново. Даже если, допустим, у вас там не будет времени через час, через два поиграть в игру, не знаю, просто пойдите попейте чай, посмотрите новости и все, и идите играть. То есть, с лустриками бороться надо, с ними надо уметь бороться, с ними надо научиться бороться. Лустрики случаются у каждого, поверьте вы мне, мы просто откроем мою матч хистерии и посмотрим. Вот, вот мы начали играть, сразу начали играть, тут, вот, вот, как бы начиналось все неплохо, я там выигрывал по 12 игр из 13, но даже у меня там на золоте, на серебре случались лустрики. Вот, допустим, я вот тут, я тут мог проиграть три игры из четырех, и думаете, у меня не падало настроение, у меня было ужасное настроение, я становился токсичным ублюдком, начинал всем говорить, что они виноваты и так далее. Да, я тут отыграл, о, вот эту игру я даже вспоминать не хочу, я отыграл 18, 4, 6, 14, 6 и так далее, то есть, лустрики случались. Дальше мы смотрим, смотрите, я проиграл 5 игр 6 на ММРе 1500, это вроде бы высокое серебро или еще что-то, я тут даже фидил 2.11, это я вообще с Сайдстоуном? Да, вроде я, ух ты, видите, то есть, я там проиграл две игры, выиграл третью, но даже эта победа мне не помогла вернуться в тонус. Тут я, или меня зафорсили идти саппортом, Ривен или еще что-то, не знаю, но лустрики случаются, они случаются у каждого, с ними просто надо научиться бороться, поверьте мне, даже когда, там, смурфа качают проплееры, тот же Бьорксен или еще кто-нибудь по Белтер, там, Даймонд Прокс, Бетси, Кабошард, не знаю, кто угодно, они играют в Даймонд 5, у каждого может быть лустрик, это командная игра 5 на 5, не полностью зависит от вас, тут надо сотрудничать с тиммейтами, чтобы выигрывать, лустрики случаются, не надо говорить, что вы не способны, вы такие индивидуальные, единственные, которые не умеют проигрывать 3 игры в подряд, это неправда, но видите, я переборол лустрик, я его тут переборол, вот этот весь красный цвет, я его убрал, я снова вернулся, скажем так, на бело-синюю полосу, даже там спустя некоторое время, опять был лустрик, вот, 4 игры в подряд, это уже было 6 дней назад, это было уже на платине, это было на средней платине, как вы видите, такое случается, просто надо отдохнуть, и с чистого листа начать заново, третий пункт, о котором я хочу поговорить, это ошибка, которую я больше всего встречал в бронде и в сельвере, смотрите на карту, ребята, я вам не могу передать, сколько раз я вардил для своего мидера, топера, и они все равно умирали, причем они уже, я видел уже на карте за 10 секунд до ганга, что к ним уже идет лесник, их будут ганкать, и они играют агрессивно, идут драться один на один, и их просто приходят убивают, и они говорят, лесник ты где, контрганкай меня, где ганки, вражеский лесник пришел 3 раза, ребята, если я, если вас заганкали, это полностью ваша проблема, это ваша ошибка, то, что вы не завардили, вы не ушли вовремя, вы заверэкстендели, вы не бэкнулись вовремя на базу, вы остались там с 30% хп на линии, это полностью ваша ошибка, вот недавно, недавно на ютубе появилось прекрасное видео от одного там молодого студента, как бороться с кемперами, и я до сих пор думаю на тему перевода этого видео, я сейчас его быстро вам найду, и ссылку потом прикреплю к моему видео, оно называется How to deal with campers, если я не ошибаюсь, вот это видео, 5-минутное видео, которое вам многое расскажет, и очень сильно поможет, парень рассказывает на то, как он ненавидит кемперов, ненавидит тех джангеров, которые вот только приходят на его линию, вот согласитесь, такое с каждым бывало, что вы видели, вы там играете, допустим, соло топ или соло мид, и к вам листник заходит каждые 40 секунд, но тем самым он выигрывает игру, потому что каждый раз, когда он приходит к вам на линию, он что-то получает с вас, он получает ассист, килл, или просто выбивает с вас саму норку, что уже, кстати, если вы пришли на линию, и у вас выбили саму норку, там, или флеш, или хил, или еще что-то, это уже весьма хороший ганг, или он просто снял давление со своего тиммейта, который теперь смог спокойно пофармить, потому что там вражеский лесник снес вам 50% хп, и это видео я вам советую посмотреть, и в ближайшее время я обязательно выпущу перевод по этому видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы потом увидеть это видео, как бороться против кемпинга, ладно, давайте пока перейдем, пока еще раз продолжим на эту тему, то есть по поводу, по поводу мини-карты, теперь мой вам совет, научите себя смотреть на мини-карту каждые 5-10 секунд, хотя бы, я вам честно скажу, я смотрю на мини-карту каждые там 3-4 секунды, когда я в тонусе, я хочу выиграть, я там очень активен, там смотрю на все, слежу за всем, и так далее, я смотрю на карту каждые 2-3 секунды, если вы не посмотрели на карту там, не знаю, 10 секунд, за это время в радуске джанглер уже мог пройти по ворту и зайти в куст, и вы, несмотря на то, что он прошел, и вы его должны были видеть на мини-карте, и вы не имеете ни малейшего там понятия, что он уже находится на вашей линии в кусте, и ждет, пока вы сделаете шаг вперед, чтобы вылететь на вас и убить вас, поэтому просто приучите себя смотреть на мини-карту, теперь как приучить себя смотреть на мини-карту, как мы видели, прекрасный совет давал 3-2-3 на эту тему, но не, но не каждый, к сожалению, может себе это позволить, я вам быстренько покажу, мини-мэп, вот, я возьму вот это видео просто, и вам покажу, что такое, есть такой термин, ребята, map awareness, теперь, мы смотрим, что происходит на этом видео, давайте я выключу музыку, пока что, смотрите, вы видите, удир забирает волков, в то время, как вражеский ноктюрн просто забирает его блубав, как бы, я думаю мы это золото ребят это были это это была битва подписчиков trick 2g на золоте то есть это уже скажем так среднее эло даже чуть выше среднего если не ошибаюсь большинство людей находится там в среднем сервере и высоком сервере и лоу золоте это уже скажем так ребятки тут играют гол 5 по голод 1 и вот еще рассмотрим актерн да на актерн вот trick 2g говорит что на очень плохой move от актерна потому что он пришел на вар и вся команда как мы видим на мини карте из пантеон который может прийти через реку и он линию чуть запушил в сторону не дали и он может просто взять и выйти и не дали на раннем левле и сможет драться с пантеоном поэтому если пантеон выйдет на актерна за ним пойдет не дали то пантеон там в крайнем случае может развернуться убить не дали он спокойно может прийти в это время лисандра может спокойно перейти на влубав она тоже видишь что вражеский джанглер забирает влубав и удир просто в это время игнорирует на актерна который уже стоит на варде и просто идет и забирать своих волков поэтому ребята смотрите на мини карту умоляю вас просто научитесь на нее смотреть все как бы вот вам уже видео пример то что я не говорю эту чушь это реальные факты мой вам совет что надо сделать чтобы замечать мини карту я быстренько создам игру и покажу вам пару нам пару советов а пока игра будет загружаться мы как раз таки затронем скажем так похожую тему что мало того что стоит увеличить мини карту стоит уменьшить весь остальной интерфейс зачем допустим что что скажем так чтобы лучше видеть монитор если у вас интерфейс на сто процентов зачем вам это если вы на пятидесяти процентах можете следить за своим хп за за своими тиммейтами и так далее не надо засорять интерфейс чем попало это сейчас ребятки секундочку тут игра загружается full screen и вы не видите вот теперь вы все увидите так вот то есть можно я все у меня многие зрители спрашивают зачем зачем ты убрал никнеймы для меня никнеймы это лишний интерфейс мне это не надо так что если вы вам тоже никто не нужен никто и вы можете посмотреть нажав кнопочку так поэтому я просто взял их в интерфейсе убрал где-то показывать имена призыватели вот вот окей но зачем мне это зачем мне мой никто и над головой мне не нужен я лучше там мне иногда это никто не помешает увидеть там сколько там хп-бару миньона я из-за этого могу пропустить одного миньона из этого получим меньше голды поэтому это все не нужно плюс смотрим масштаб интерфейс он у меня кстати почему-то очень большой это видно после сброса он у меня бы обычно был на 50 масштаб чата у меня тоже стоит на 29 то есть это вообще не нужно и зато миг масштаб мини карты у меня нас на соточки на максимум если можно было сделать 150 если можно было по вот такую вот карту получить я боюсь я бы увеличил смотрите всегда на мини карту просто кидайте взгляды вот в то время пока вы видите что там допустим и длайнер получил один сес и сделал шаг назад вы знаете что вам ничего не угрожает на киньте вы взгляд на мини карту вдруг вы увидите там в три буши на топе что вражки джангер заходит и вы пинганете своему тиммейту что вот джангер джангер уходи уходи там уходи осторожно и так далее это уже может спасти жизнь вашему то плеймер не только вам то есть научитесь смотреть на мини карту и постарайтесь убрать лишнее с монитора это вам не надо то есть вот не вроде я все убрал вот как бы просто идеальный интерфейс мне ничего не мешает так с эти с мини карты мы разобрались пропустить ожидания статистики следующая следующий пункт ребята не нужно флеймить честно флейма мне флейм не выигрывает игры игры выигрывает командная работа и скилл и удачи не надо флеймить флейм не поможет как бы очень часто вот буквально вчера на стриме мой адекере и мой мидер флейм или кого-то я не знаю кого не флейм или не на английском языке даже мы я играл на сервере us они флейм ли кого-то волчат я не знаю может и меня может не меня но они столько времени времени тратили на флейм что они пропускали фрикилы и пропускали си с пропускали все вы можете по флеймить потом в общем чате после игры когда у вас статистика будет но во время игры не надо тратить на это силы и эмоции я вот вам дам хороший совет вы лучше потратьте силы на анализ игры чем тратить их на флейм очень часто вот тоже вам приведу пример жизни когда этом в 14 лет играл 14 лет играл еще занимался профессионально теннисом на этом плохой удар плохой розыгрыш это мог ракетку кинуть там крикнуть что-то еще я тратил на это силы вы по ним вы поймите вы тратите на это силы на флейм там на эмоции на негативные эмоции негативные эмоции у вас забирают намного больше энергии чем позитивные эмоции позитивные эмоции даже прибавляют вам силу поэтому просто не хватит не clayma научить себя не Handy- Comedy Ceci у вас скоро не играйте в игры успокойтесь и на как раз таки на тему флейма никогда не играйте ранговые игры в ужасном настроении вы только там не знаю потеряете его и у вас настроение станет еще хуже то есть если у вас там не все хорошо на работе не знаю не все хорошо в личной жизни и в этом грустном настроении приходите домой не надо сразу идти играть ранки не нас играть о рампчик сыграть о нормальчик сыграйте в другую фан игру сыграет его что-нибудь что поднимет вам настроение на сто процентов вы понимаете что ранговые игры это стресс если вы серьезно относитесь к лиге легенды и к рейтинговым играм то пожалуйста не играйте в ранговые игры в плохом настроении пятое следите как раз таки что относится к флэму когда вы говорите о джонглер ну блин не загонкал ребята не надо следить за чужой игрой джанглер ваши тиммейты прекрасно знают что они делают следите за своей игрой пока вы будете объяснять своему тиммейту как надо играть в это время не знаю вас могут убить в этом тоже опять что-то пропустите не надо не надо ему ничего объяснять я не знаю он 90 процентов случаев даже если вы ему объяснить и он скажет иди на три точки и все ему похрен на ваше мнение там если вы не знаю вы с москвы а он там не знаю может вообще с восточной россии вы никогда не встретитесь ему вообще наплевать на ваше мнение он вас не знает кто вы такой чтобы он вам доверял чтобы он думал что ваше мнение это как раз таки то мнение которому он должен довериться не тратите на это время впустую лучше потратить время чтоб не знаю птичек забрать больше голды получить это больше команд больше пользы команде принесете если вы хотите дать какой-то дельный совет тоже дайте этот дельный совет после игры как раз таки в общем чате следующий пункт а по поводу меты такие очень часто задают вопросы там кого-то кого стоит пикать на меде кого стоит пикать ады керри и так далее ребята да понятно что очень часто есть грубо говоря в лиге легенд бывают сильные чемпионы допустим вот после определенного патча скажем в патче 5-6 там апнули так и джангеров там стали то есть раньше допустим то в четвертом сезоне были очень популярны такие джанглеры как казикс ренгар сейчас казикс казикса понерфили не такой популярный ренгар тоже уже теряет свою популярность но становится очень популярны там джанглеры как наутилус волибир си джуани тот же маукай рамоса я вчера видел кто у нас там еще из танка джанглеров грага сейчас возвращается и так далее то есть до мета меняется но сейчас к сожалению по поводу чемпион пула я вам не помогу потому что мне надо еще недельку где-то поиграть на сервере еуэс чтобы понять на чем ребята играют что сейчас хорошо пикать я обязательно выпущу тирлист тирлист для патча 5-6 так что ждите и ждите все будет потом седьмой пункт старайтесь играть вашими лучшими чемпионами если вы хотите поднять элла и вы и вы там не знаю у вас там промо из и сильвера 2 в сильвера 1 и вы никогда не играли за урго то не надо пикать урго то пожалуйста не пожалейте своих тиммейтов и себя как бы не зайдите нормал поиграйте идите и допустим у вас морф аккаунт есть там поиграйте еще что-нибудь нормале кастом игру создайте почитайте обилки чемпиона там на птичек сходите посмотрите как они как чемпион работает и так далее на птичке имею ввиду на джангл кэмп то есть сходите посмотрите там не знаю прокачайте ему куе еще что-нибудь посмотреть как работает чемпион не надо играть в ранговой игре за чемпиона впервые просто не стоит это делать это не на это то же самое что приходить на работу с гриппом это считать с него же просто не уважается своих своих напарников своих коллег поэтому всегда в ранговой игре если вы хотите поднять его пик играйте своими лучшими чемпионами чемпионами даже я играю на этом аккаунте я старался играть на своих лучших чемпионах как вы видите вот топ 5 чемпионов не дали джангл дзет мидла ингресса декири лисина рикса это мои лучшие чемпионы на данный момент вот эти чемпионы это мои лучшие чемпионы на каждой роли то есть даже даже я скажем так пока я поднимался там с бронзы там сильвера солод до играл но на своих лучших чемпионов да я старался там поиграть леканду из чемпионов чемпионов которые я редко играю на таких как ари там нет на физио тоже очень много играют диана казикс воли бира я попробовал рангары и так далее виктора но все равно если вы хотите поднимать элла запомните играйте на лучших чемпионов переходим к восьмому пункту смаркаст а ребята если вы не знаете что такое смаркаст смаркаст это быстрое использование заклинаний о новом почему это стоит использовать и зачем это стоит использовать смаркаст вам поможет ускорить ваши комбо за некоторых чемпионов и увеличит скажем так увеличит шанс на успешное использование скиллшотов комбо и заклинаний в целом и также увеличит ваш увеличит шанс победить в дуэлях один на один зачем нужен смаркаст давайте как раз таки сейчас создам игру и все покажу какой же чемпион был хорош для смаркаста давайте мы зайдем в аром лучше арам можно создать сразу 3 лвла создать игру аром выбор слепую взять чемпионы z я вам скажу честно я без смаркаста уже не помню когда последний раз сыграл на где-то год назад поэтому все это все будет выглядеть очень криво и так далее даже мастерки возьму нужно возьмем за да потому что уже да есть такое комбо как там w-e-q достаточно быстрая комбо где надо прожимать три кнопки и мы я вам сейчас покажу разница скорости использования комбо при смаркасте и без марка 100 секундочку сейчас я пока сделаю лоточек чая игра уже загрузилась отлично допустим у вас там три лансорда вы играете смотрим давайте отключим смаркаст обычное использование допустим давайте я попытаюсь сделать комбо ну это не максимально быстро я просто говорю на на обычном использовании не играю но это все но это выглядел очень медленно странно и там бы целью уже успела сто пятьсот раз задоджить мы еще реке на и так далее давайте еще раз попробуем все равно очень медленно нету нету резкости нету плавности в движении теперь я вам покажу быстрое использование без индикаторов теперь мы посмотрим на такое комбо даже звук был другой звук был плавненький все вышло намного быстрее и так далее теперь мой вам совет да я понимаю что вы привыкли играть без маркастов но поиграйте нормал норму обычной игры нормала две три игры не знаю смотря кто как учится один во дня вы забудете уже об обычном использовании заклинаний честно вы просто забудете вы вот я если если я вам наврал просто не знаю приходите унижайте меня в чатике на стриме там перед всеми говорите что я там лошара да я вам соврал и я признаю если если вы попробовали у вас не получилось но просто было очень много примеров уже из личной жизни даже мой тот же сосед в америке а лежа я его заставил перейти на смаркасты хотя он говорил не все и три года играю в игру на обычном использовании так нравится ребята я его заставил перейти на смаркасты и он сказал мне огромное спасибо так что пожалуйста два там две-три игры попробуйте два-три дня выделить себе перейдите на смаркасты потом за когда вы на чемпионах на которых я уже идеально знаю раньше заклинаний я отключаю вот эту функцию показывать индикаторы дальности при быстром использовании когда вы отключаете эту функцию ваши заклинания работают как только вы нажимаете на клавишу то есть вот я зажал на клавишу и закрепить мать и не сразу там полетела скажем так использовалась но при этом я руку еще и я палец еще держу на клавиши w когда вы ставите галочку отображать индикаторы до дальности при быстром использовании а заклинания будут работать тогда когда вы отпускаете клавишу то есть что это что это делает эта функция помогает вам прицеливаться даже при быстром использовании вот многие кстати зрители заходят там ко мне на стриме когда играю на чемпионов за которых я люблю прицеливаться там за какой-нибудь недель за моргану или за чемпионов за которых я не так много играю и не знаю и не знаю range заклинаний дальность заклинаний то я очень часто включаю эту функцию чтоб прицеливаться и прекрасно выучить дальность заклинаний что это помогает вы видите я как бы зажал зажал кнопочку q но при этом при этом мой сюрикен не вылетает он вылетит только тогда когда я отпущу q но при этом мышками ничего делать не надо то есть не надо кликать как при норма касте при при обычном использовании это вам поможет выучить рейдж заклинаний чемпионов и также целится хорошо то есть вот я повезу но не забывайте когда вы отображает включать эту функцию то вы также замедляется ваша комбо потому что каждое заклинание каждая ну при комбо w и q она она будет начинать работать после того как вы отпускаете клавишу то есть уже не так быстро и не так эффективно эти да уже да еще есть баг что при комбо w q то его ку и синий не вылетает это уже давно пора пофиксить я вам даже сейчас покажу ну вы увидите что звучать поставлю тени кину q это вроде бы не каждый раз работает но очень частично повторяется что сюрикен и стене не вылетает но сейчас он вылетит это вроде бы при при отображении при обычном сморкасте без изображения индикаторов ладно по поводу сморкастов я вам все рассказал ребята так что учитесь учитесь играть на сморкастов и потом если вам это понравилось и вы перешли на сморкасты не забудьте мне написать в личку там или в обсуждениях группы что да спасибо это мне помогло и так далее все выходим из игры воду сморкастов и нормал кастов я все объяснил но еще он хочет одну полезную команду в игре показать ну да ладно потом уже разберемся пропускаем статистику следующий пункт блин ладно возвращаемся в игру ссоре ребята следующий пункт это байндингс это бинды для тех кто не знает что это такое я сейчас все расскажу давайте также рамчик создадим 3 3 лава уступ был для тех кто не знает до до того как я пришел в лигу легенд я играл а четыре года world of warcraft и как вы если вы играли в эту игру то вы знаете там просто куча заклинаний там эти заклинания можно юзать по фокусу по курсору и так далее то есть у меня бывало такое что там за одну арену за один бой я мог использовать районе 100 комбинаций клавиш и зачем вообще нужны эти комбинации клавиш комбинации клавиш нужны для того чтобы искорить использование ускорить использование заклинаний я знаю кстати в лиге легенд я в этом плане бинды не менял я только 6 и 7 поменял на боковые клавиши мыши мне просто очень удобно и кликать большим пальцем и я бывает какие-нибудь важные эти мы стали туда чтобы быстрее их использовать вот я думаю даже привыкнуть и ботарок поставить на боковую клавишу а то и что-то бывает троечка не заспамливается я ботарок не зажимаю а так что да постарайтесь забиндить допустим если вы там не знаю вам неудобно вам неудобно юзать этим который вы иногда ставите ставится на 6 вы играете там за саппортов у вас очень часто бывает что там выиграть за чемпиона у вас там есть по 5 активных этим допустим саппортом какая-нибудь не знаю моргана жоня может микаэль а потом саппорт этим который замедляет потом сайт стон еще что-нибудь нужно может быть еще что-то и пинква и вот у вас допустим уже 5 слотов допустим вы не используете пробел пробел стандартная команда это то что он возвращает вашего чемпиона в центр монитора то есть камера передвигает так что ваш чемпион находится в центр карты вид я допустим пробел очень редко использую я не знаю як-то если допустим я смотрю на топ то я привык на карту кликать на своего чемпиона и все хотя пробел намного легче и проще в использовании вот я слышу что допустим за и зако я думаю вы все знаете это один из самых известных личностей в коми русском комьюнити по лиге легенд парень который пишет делают разные видосики по лиге легенд гайды и так далее вот если не ошибаюсь у него самые самые скажем так агрессивные и дамажа щите мы забиндены на пробел то есть да пробел тоже очень весьма удобен тем что вы там можете быстрее очень используют у вас пробел находится под большим пальцем то есть в любом случае нажмете на него если вы помните про то что у вас есть этим поэтому бинды играют очень важную роль в игре также есть очень полезный билд у меня очень многие ребята спрашивают к сожалению снизу керри поэтому я это показать не могу есть такая полезная команда в игре она есть у нас на она по стандарту она забинджена на а эта команда называется передвижение и атака то есть когда вы нажимаете по земле вы нажимаете а и нажимаете или по таргетам или по земле тонн будет так вот ближайшую вражескую цель а но также есть очень классная команда который много не знают это команда передвижение к месту атаки она мне забинджена на боковую клавишу на огромную боковую клавишу на моей мышечке рейзер что эта команда делает каждый раз когда вы кликаете по земле просто один клик вот у меня есть боковая клавиша я кликаю вы атакуете ближайшую цель а когда я использую эту команду и почему ее стоит забиндить на очень удобную клавишу эту команду очень хорошо использовать когда вы или кого-то чистите или кого-то катите а очень часто бывает что вы хотите катить но при этом вы мискликаете при этом вы но мискликаете цель скажем так вы в этом мискликнули чемпиона и вместо того чтобы ударить по чемпиону там вы играете за декири ударить по чемпиону вы сделали там лишний шаг к нему и это могло повлиять на исход драки на исход симфайта и так далее что делает эта команда когда вы катите цель вам даже не надо кликать на таргет который вы катите вы просто кликайте обратно когда вы хотите сделать авто атаку вы нажимаете эту команду вот видите когда я просто отхожу у меня синий клик когда я нажимаю вот эту вот команду передвижение к месту атаки у меня оранжевый клик то есть что вы делаете вы про вот сейчас я на крипах покажу допустим в эдакири вы катите и видите вот так вот кликайте чемпион разворачивается сразу делает авто атаку а также эта команда очень хорошо работает когда вы фэсчекаете куст и вы знаете что там кто то есть и вам не знаю вы челезди там паре на пяти процент на пяти процент хп вам надо дать авто атаку это очень полезная команда как за всех ассасинов чемпионов адекири и так далее вы заходите вы заходя вы заходите в куст юзая эту кнопочку эту команду и как только вы заходит в куст ваш чемпион сразу нанесет авто атаку по вражескую чемпиону который находится в кусте а также это авто атака очень полезно вот я замечал вчера как раз таки заметил я стоял на линии на миду я стоял за зада против лейбланки и лейбланку очень часто она взяла на первом левеле w и прыгала в меня и когда она меня впрыгала то мне не обязательно даже было на нее кликать то есть она мне прыгнулась сразу возвращается я где у меня был курсор я сразу же нажимал на землю вот эту команду и у меня за сразу делал авто атаку поли бланки то есть я сокращал время своей авто атаки тем что мне не надо было наводить курсор станали курсор на ли бланку и кликать на нее то есть я уже сохранял к этому не знаю там доли секунды 5 соток секунды то есть я просто нажимал на землю и задел авто атаку поли бланки то есть уже трейд был не так не таким плохим каким он должен был быть то есть вот этот вот эта вот команда она очень полезна и очень важная так что я вам советую я вам советую разобраться с ней и также я прикреплю очень полезное видео а по поводу этой команды я выкинул выкинул линк на видео где один из вроде если я не ошибаюсь один из бывших районов рассказывает как это команда работает но видео на английском языке но я думаю в этом все поймете там ничего сложного там просто английский там игровой сленг я вам сразу найду это видео покажу как оно выглядит если я вдруг забуду его выкинуть эти кирик айтинг гайд либо флэжен это первое видео если не ошибаюсь со статар степотом вот это видео и он рассказывает про эту команду так что я выкину это видео тоже советую вам посмотреть мы уже кстати записываем это видео 45 минут я ожидал что будет она всего 20 минут но ничего давайте пойдем дальше а 10 пункт возвращаемся к нему ребят покупайте варды еще раз говорю покупайте старайтесь покупать варды каждый бэк если у вас где-то варда купите варды пожалуйста просто купите вард и всегда старайтесь чтобы у вас был ваш пинквард на карте если ваш пинквард убили купать очередной пинквард чтобы он стоял где-нибудь если вы играете на меду или он стоял на каком-либо в каком-либо кусте на линии или в маленьких кустиках на речке или возле вашего красного бафа если вы любите агрессивные пинг варды ставьте их возле вражеских синих там красных баф и так далее старайтесь всегда иметь один ну ваш пинг вард на карте также я очень часто замечаю ошибку эту ошибку делаю я из-за жадности допустим у вас там четыре там 390 золота вы бакаетесь на базу и у вас там 400 золота и от начала игры вы решать купить еще одно кольцо а не надо покупать кольцо купить 2 холлспошина купите pink вард купите зеленый вард пожалуйста также райты не так давно изменили тринкеты теперь тринкеты они очень полезные за 250 золота вы можете получить оракул или вы можете получить дополнительный вард даже если вы не покупаете варды просто апгрейдите тринкет на девятом левеле за 250 золота все у вас будет два варда которые будут откатываться очень быстро вы уже предоставите неплохой vision вашей команде покупайте варды умоляю вас послушайте вы меня просто я хочу чтобы ребята покупали варды когда я играю в игру на золоте и серебре я захожу и в матч history анализируем матч и осмотрю каждого тиммейта и кроме саппортов лесник адекерри и мидер не купил лесник ой лесник топпер допустим я лес играю топпер адекерри и мид не купить не купили ни одного варда за всю игру у меня просто глаза кровью обливается честно мне просто хреново становится мне тошнит я просто не хочу играть в эту игру больше все 11 11 пункт нашего нашего видео это джанглер хорошо бывают игры да когда джанглер может слить игру или он там не знаю на 13 минуте 010 и так далее но если вас кемпят и джанглер не пришел к вам на ганг хоть и вражеский джанглер пришел четыре раза уже к вам это не его вина это ваша вина что вас кемпят да хорошо жизнь несправедлива вражеский джанглер выбрал именно вас кемпить но в это время пока вас кемпят если вы хорошо вы отыграете пассивно отстоите под вышкой потеряете фарм но в это время ваш джанглер сможет забрать драконов помочь виду миду помочь боту он сможет он сможет сделать вещи которые будут более полезными на карте для вашей команды чем просто постараться вернуть вас в игру поверьте мне ганкать проигранные линии очень опасно и иногда бывает даже неправильно намного легче за джанглера выигрывать о ганкать выигранные линии почему потому что шанс провести успешный ганк на линии у которой есть преимущество намного выше еще я как джанглер очень не люблю ганкать проигранную линию когда у меня нету вижу но над вражеским джанглером почему потому что если вражеский джанглер предскажет мой ганк и придет в то же время что я к вам на линию то мы 2 на 2 будем слабее потому что вас уже убили не один раз у вражеского топ лейнера допустим лучше и темы из-за этого 2 на 2 мы будем слабее да и шанс стоим мы выиграем 2 на 2 и в камбеке им в игру но все-таки а я я лучше пойду заберу дракона помогу бот лейну или помогу миду и несмотря на то что мы пожертвовали там вашим фармом вами топ-тауэром и так далее но мы получили больше голды больше киллов больше объектив и так далее то есть мы все равно в плане золота и в плане objectives мы остались в плюсе поэтому не надо говорить что если к вам приходит четыре раза что виноват ваш джанглер нет так что смотрите то видео как бороться с кемпингом просто стойте как последние сволочи под вышкой не выходите оттуда пусть они вас давят да если вас втроем тогда давит это уже проблема там мидера и лесника если они не пришли и при этом ничего не сделали в то время как вас втроем давят там могут забрать бот метауру и дракона несмотря на то что вражеская команда взяла тавур и килл над вами и вы очень злые и очень злые но ваша команда получила намного больше плюсов намного больше золота так что научитесь просто бороться с кемпингом и научитесь не флэмить вашего лесника так 13 пункт это была карта уменьшения худо мы его уже прошли 13 пункт это самая большая ошибка которую я вообще видел в бронзе и в сильвере очень часто мне при вот как раз таки парень который прислал прислал те два скриншота сам внизу влад сак там где у него был положительный счет и он проиграл игру если не ошибаюсь там игры затягивались по 40 45 минут ребята надо научиться заканчивать игры раньше если у вас преимущество у вас 5 киллов вы забрали вышку вы лидируете 6000 голды на 15 минуте надо научиться заканчивать игры почему потому что с каждой минутой ваше преимущество становится все меньше и меньше если вы не увеличиваете ваше преимущество в золоте над вражеской команде допустим вот вы сами ответите на мой вопрос вы лидируете 6000 что что лучше когда были лидируете 6000 золота на 15 минуте или когда вы лидируете в 6 тысяч золота на 25 минуте конечно же на 15 это всем ясно если вы лидируете там не знаю 10 тысяч золота на 10 минут и те же 10 тысяч золота на 35 минуте дела у вас не все не так хорошо идут научитесь на уболить игру для того чтобы научиться хорошо у вас там преимущество 7000 золота что надо делать вам не надо идти фармить джангл вам надо написать команде кап слоком ребята группе тсфайв гу пушите выигрывать игру вам надо использовать преимущество забрали вы дракона выиграли файт на драконе забрали мидтауэр топ-тауэра запушили все т1 надо это использовать надо пойти заводить идти пушить дальше надо использовать ваши преимущества вылавливать кого-то наращивать его нельзя просто там опустить там руки и все и говорить о меня все устраивает давайте подождем 40 минут когда вы опережаете на один там на пол айтема врага вам надо использовать это преимущество я не знаю как не до вас достучаться что объяснить вам это поймите на 45 минуте когда у вас там у вас может на 45 минуте на 50 у вас может быть преимущество 15 тысяч голды но при этом у врага уже фулбилд у него 6 тимов и ваше преимущество не имеет ни малейшего значения потому что у них уже есть все что во что им надо у них есть эти этими они могут выиграть тимфайт потому что золото уже не не влияет на игру никак влияет на игру уже тимфайт скиллы удача поэтому просто научить заканчивать игру раньше 14 14 пункт это микро и макро контроль все такое микро и макро контроль микро контроль это скилл чемпиона скилл шоты там лас хиты и так далее макро контроль это стратегия передвижения по карте и не знаю какой еще даже третий пункт привести эти оба фактом надо надо научиться не то что у да надо научиться научиться улучшать звучит как-то глупо но так оно и есть очень часто когда я стримлю допустим я отыграл хорошо за зато там выиграл игру закирал еще что-то не на следующий на следующий день пишет зритель я отыграл то же самое такой же счетная проиграл игру ребята я когда играю я у меня есть план на игру то есть когда я пику чемпиона или выхожу на линию у меня сразу же есть план на игру что я хочу сделать вам не надо низ когда вы играете и вы пытаетесь копировать кого-то фейкера бьерксона не знаю еще кого-то вашего там друг который играет лучше вас вам не надо пытаться копировать его микроигру его движения вам надо научиться понимать почему он делает там почему-то сейчас заромал почему он там поставил вар почему он сейчас решил давить или для чего он забрал фирсблат и так далее вы можете сделать то же самое не можете сделать один в один все одни ти же мувы но они вам не вариант и гру потому что вы это сделали не вовремя или это не надо было делать, или еще что-то. Очень часто я вижу, что в золоте, в серебре, в платине, да даже в даймоде, даже я по сравнению с проигроками и с ребятами с даймод 1, там с мастера, с челленджера, тире и уэсты, иногда не понимаю, а почему они делают одно или другое, зачем они пошли там брать барона, когда можно там запушить две вышки, взять ингибитер и так далее. Они знают, они предсказывают уже то, что с бароном они смогут, мало того, что взять барона, получить дополнительную голду и барон баф, они знают, что после этого они сгруппируются и пойдут закончить игру. Очень часто ребята принимают неправильные решения. И поэтому, чтобы принимать правильные решения, вам надо просто больше играть, больше анализировать и понимать, зачем вы делаете то или иное действие. Для того, чтобы понимать, зачем вы это делаете, то стоит просто больше играть, смотреть разные полезные видео, полезные информативные стримы, гайды, общаться с людьми и так далее. И никогда, никогда не стоит посылать других ребят, которые, которые имеют Элла выше, 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 чем вы и понимают игру лучше, чем вы на три буквы. Никогда не надо их посылать. Даже если вам не нравится этот человек или его совет, но при этом, не знаю, в этом золото, он даймонд, не надо блокировать его, не надо блокировать его от общения с вами, не надо его посылать или игнорировать. Вы можете ничего не ответить на его совет, но хотя бы попытайтесь совместить его мнение с вашим и сделать анализ ваших мнений. Может вы найдете какую-либо полезную информацию для вас. потом, пятнадцатый совет, точнее, не совет, это такой вопрос, часто очень спрашиваете, на какой роли стоит играть, чтобы поднять Элла. Я вам скажу так, что Лига Легенды это всего лишь игра, и игру надо играть в удовольствие, не надо заставлять себя играть какую-то роль, которую вам не нравится, чтобы поднять Элла. Это неправильно. То есть, всегда старайтесь, старайтесь играть, чтобы получить удовольствие, старайтесь играть на чемпионах и ролях, которые вам нравятся. То есть, я не могу тут дать совета какого-либо. Он и зрители уже пишет. Сильный стрим будет, народ засобиться хочет. Играйте на всем, чем вам нравится, честно. Нету такого, каждая роль может керить. Мне многие зрители говорят, что о, саппорт не керит. Я, можно просто ради интереса, я не знаю, но в русском салаку, даже русское салаку, давайте, хоть его никто не уважает, и все считают, что русское салаку, это дно, а тут никто играть не умеет. Давайте я открою вам, покажу пример. Все-таки большинство зрителей все равно играет на русском сервере. Лучшие одиночки. Смотрим. Саппорт. Ну, допустим, топ лейнер, мид, я знаю этих ребят, саппорт, мид, а это адешник, он на всех играет. Тоже адешник. А, непонятно, что там. Адекерри, саппорт. Скажем так, в топ-10 у нас уже есть два, два человека, которые манят саппорту. То есть, как вы видите, уже ребята на саппортах берут челленджер 800, там, 800 очков и спокойно это играть. Так что, не надо мне говорить на стриме, что саппорт не керет, саппорт керет игры. Вы можете керет игры своим виженом, своими ромами. Даже, блин, поверьте мне, если вы за треша попадете 15-15 хуков, вы уже выиграете игру. За Морганову попадете байзингами, сделайте хорошую ульту, вовремя кинете блокшилд. Вы можете керет игры за саппорта. Поверьте мне, очень часто, даже я, я в чатик пишу, когда бывают игры и меня керет, очень часто это как раз таки керет саппорт своим хуком, своим лантерном, своим каким-то классным мувом. Саппорт керет игры, не надо мне говорить, что саппорт не керет. Каждая роль может за керет игру. Шестнадцатый пункт. Когда вы идете играть ранкет игры, вы должны знать базу каждой роли. Даже я в Даймонде вижу, в Ченнджере на русском сервере вижу. Типа иду Мид или Даймонд или, ой, Мид или Адакири или Фит. Вы, если вы идете играть в Салаку, ребята, это Салаку. Это не Тим Ранкеды. Вы должны уметь играть каждую роль. Вы можете быть там, ласт пиком пять игр подряд и вам будут оставлять те роли, за которые вы хреново играете, но при этом вы все равно должны знать базу этой роли. Если вы хотите подняться, вы должны иметь хотя бы по два, по три чемпиона на ту роль, которую вы играете очень редко. Вот я могу спокойно засаппортить за Моргану, за Треша и за Жану. Хоть я ужасный саппорт, я могу ужасно отыграть, но я все равно постараюсь отыграть на максимуме за эту роль и этих чемпионов. Поэтому не надо говорить ребятам в чемпион-селекте, что я не саппорт, если вы мне дадите саппорту, то я пойду фидить. Это неправильно. Да, вы можете попросить, вы можете вежливо, ласково попросить, сори, там саппорт моя худшая роль, было бы классно, если бы кто-нибудь ее взял. Но не надо писать там адекерри или фид, это неправильно, вы так никогда не апнетесь. Не надо с негативом начинать чемпион-селект. Не знаю, лучше спросите, да, спросите там, как день проходит у своих тиммейтов. Потом, как раз таки по поводу своих тиммейтов. Лига это командная игра 5 на 5, где без помощи команды вы не сможете выиграть игру. Даже если вы выиграли линию, постарайтесь своим преимуществом помочь команде. Не знаю, сделайте ром, завардите. Если у вас есть преимущество, вы знаете, что вы сильнее 5 на 5, только из-за вашего преимущества предложите взять дракона. Если вы знаете, что вы сильнее 5 на 5, и вы можете выиграть имфайт на драконе. То есть, тоже открыли этап, проанализировали вещь, там, айтемы, которые есть у ваших тиммейтов, урожайских тиммейтов, посмотрели уровень, у кого, когда пауэр спайк, там, не знаю, у вас там, вы там 2.0 на миде, ваша декерри взял только что трайфорд или инфинити речь, вы знаете, что вы сейчас очень сильные, там, у джанглера все хорошо, у вас есть там уже более-менее, там, у джанглера, там, есть, не знаю, джангл, вытимый, джайнсбелл, такой более-менее затанкованный. Все, идите, забирайте дракона, просто забирайте его. Я стал на ушки, а то у меня уже голова болит, наше видео уже идет час. Давайте поговорим, поговорим еще на эту тему. Грубейшую ошибку, которую я замечаю на любом элла, в челленджере, в даймонде, в бронде и так далее. Общая ошибка. Хватит подходить, я умоляю вас, хватит подходить играм с таким майндсетом, что или вы закирите игру, или ваша команда сольет. Это неправильно, вы не бог этой игры, вы там не фейкер и так далее. Вы не можете кирить каждую игру, иногда у каждого бывают плохие игры, дни и так далее. Это игра, ребят, даже челленджер может нафидить в золоте. Научитесь быть за керином, get carried, привыкните, не надо к этому привыкать, но все равно, если вы проиграли лайн, хорошо, вы замисплеили, попытались все равно выиграть там лайн благодаря своему скилу, но врага были лучше и темы, и вы опять замисплеили, вы там 0-2-0, вы не завардили, вас заганкали, вы 0-3-0, все равно постарайтесь делать все, что можно ради того, чтобы ваша команда выиграла. Позвольте им закерить вас, не надо идти троллить, сплитпушить до конца игры с счетом 0-3-0, когда вас может убить один на один любой человек, который попытается противостоять вашему сплитпушу. Не надо этого делать, просто попытайтесь взять полезные этим и завардить, и быть полезным команде, попытайтесь кого-то выловить, скажите, сори, ребята, I'll try my best, я постараюсь сделать все самое лучшее для вас, научитесь быть закеренным, это игра 5 на 5, если каждый будет думать, что только он, он единственный лучший мидер, сможет закерить эту игру, если он не закерит, то все, его команда проиграет, то в салаку была полная жопа, так что, если у вас выдался плохой день, просто, и вы там на фидере, то все равно постарайтесь отогреть на максимум, не надо троллить вашу команду, это командная игра, другой человек может вас закерить, меня в золоте, в сервере керили, там, а ты керри, саппорты, мидеры, топеры, да, народ джал, я вам, то есть, я не знаю, зайти в матч хистери, давайте быстренько зайдем в обг, я вам по-любому где-то, давайте зайдем на смурфа, какой у меня там никнейм, вот, ну, я там неплохо играл, вот даже тут посмотрим, 3-4-5, я отыграл 3-4-5 за физа, игра длилась, сколько она длилась, 20 минут, то есть, они заффли, но все равно 3-4-5, я там вроде уже получил киллы и ассисты тогда, когда меня уже начали керить, там, своим, там своим керила 10, там, она была 10-0, что-то такое, то есть, я просто окей, ребят, керите меня, я буду все равно быть, стараться, ну, буду стараться быть полезным, и все, тут я за ады керри за 29 минут, 5-5-5, вы думаете, я керил, нет, я не керил, там керила Аня и керила Вай, то есть, научитесь быть за керином, я, мне очень часто ребята сливают игры, несмотря на то, что я 5-0-0, они идут троллить, они просто идут троллить, потому что у них не получилось выиграть лайн, они такие зашибенные, что они первый раз в жизни проиграли линию, ой, какая больная тема, давайте к следующему вопросу, а тут уже ничего не осталось, по идее, я вроде зацепил все темы, если я о чем-то забыл, то я напишу в комментариях, еще раз повторюсь, ребят, лига это всего лишь игра, старайтесь получать удовольствие, если вы перестанете получать удовольствие от игры, потеряете интерес к игре, из-за этого будете меньше играть, у вас будет хреновое настроение каждый раз, когда вы будете играть, все, на этом мое первое, скажем так, поучительное видео с рассуждением заканчивается, всем спасибо за то, что ребят смотрели, с вами был Шаркс, не забываем подписываться на канал, чтобы увидеть побольше видео, все, что надо сделать, это нажать кнопочку subscribe на моем канале, вот тут она где-то будет, обязательно вступайте в группу вконтакте, тут все самые последние новости по поводу стрима, я также буду выкладывать все видео, потом, если вас что-то интересует, вы хотите у меня что-то спросить, можете мне спокойно написать фличку, можете мне написать на твиттере, можете мне отправить сообщение на твиче, я всегда с радостью вам отвечу, а также я вам буду благодарен, если вы оставите комментарии по поводу этого видео внизу, когда я его выложу на YouTube, чтобы я знал, что я сделал неправильно в этом видео, что я сделал правильно, учесть ваши комментарии, в следующем видео я выложусь намного лучше, больше и интереснее, все ребята, огромное спасибо за то, что смотрели, peace out, удачи вам, удачи в поднятии Элла, удачи в поднятии Элла,